Добро пожаловать на обзор третьего выпуска автолегенды новая эпоха на дорогах России. Сегодня мы посмотрим УАЗ Патриот Пикап. Обзор на Ладу Весту и Ауру Сенат у меня уже был. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Что ж, ну а сегодня мы посмотрим третий выпуск. Это УАЗ. С обзорами я немного затянул. Мне уже скоро должна прийти следующая посылка с Нивой и Газелью Некст. На них тоже обзор обязательно будет, но чуть позже. Что ж, давайте сейчас все, я это дело освобождаю от упаковки. И мы будем уже обозревать непосредственно сам журнал, а потом модель. Что ж, начнем с журнала. Так, у нас тут идет опять картонная подложка, чтобы ничего не помялось по традиции. Нафиг его выкидываем отсюда. Так, что ж, вот журнал УАЗ Пикап. Что ж, у нас в следующем выпуске. А в следующем выпуске, как я и говорил, Газель Некст. Обзор на нее тоже будет. Ну, по фотографии она прям вообще идеально, красочно и детализованно сделана. Что ж, открываем первую страницу журнала. Ну и по традиции нас встречает главный герой. В этот раз УАЗ Патриот. На следующих страницах тоже идут красочные фотографии, всякие тексты. Их, кстати, тоже, когда оформите подписку, почитайте. У Лады Весты и Ауруса Сената я уже читал. И, должен сказать, я прям удивлен. Особенно с Ауруса Сената. Там вообще прям много нового узнал, чего я до этого не знал. Тут у нас салончик УАЗа. Кстати, довольно прикольный салон. Мне прям руль-то конкретно у УАЗа нравится. Вот, ну кому как, мне он нравится. По традиции большой блокад с УАЗом Автолегенды. Так, о, даже здесь есть фотографии заднего ряда пассажиров, да. По фотографии посмотришь, не скажешь, что у них там много места. Ну, тут у нас уже идет статья об УАЗе, так скажем, в разных ролях. То есть, о каждом УАЗе все здесь подробно расписано. Каких он есть в модификациях. В общем, все очень интересно. Вот, даже на типа ролиного УАЗика пытались сделать. Вот, это обязательно тоже почитай. Ну, а здесь технические характеристики УАЗа. Кому интересно, поставьте на стоп или зайдите в гугл. Что ж, ну а сейчас переходим к самой модели. Сейчас я ее освобожу от блистера. И мы с вами ее посмотрим. Что ж, сейчас будет очень крутой переход, на который ушло прям по бюджет страны. УАЗ освобожден от блистера. И давайте сейчас посмотрим на УАЗ на подиуме. Ну, обычный пластиковый подиум с надписью УАЗ. Пика, причем здесь в чем-то замазано это все дело. Что ж, сейчас освобожу УАЗик полностью от подставки. И будем уже его непосредственно обозревать. Такой замечательный УАЗик. Должен сказать, мне эта модель прям очень понравилась. Кстати, смотрите, какая здесь есть функция. Мы можем оп и все, снять крышку с кузова. Это же ноу-хау в мире журналок. Что ж, выполнен он в таком, ну не знаю, бежево-коричневом цвете. Так, если так можно сказать. Вот, очень крутая модель. Еще в конце видео вам покажу все три выпуска. Все первые три выпуска. Кстати, смотрите. Ну, тут видно, да, он так подпрыгивает знатненько. Оп-оп-оп, задняя ось у него прям заедает и подпрыгивает, да. Ну, УАЗ, что сказать. Все сделано круто, даже замоченная скважина. Здесь такая капелька краски. Не знаю, должно ли так быть. Ну, тут прям, смотрите, такой зазор между ними. Ну, все, скорее так и должно быть, так как это отдельные детали. Даже порог, смотрите-ка, такой с рельефом. Каким-никаким. Ну, и даже надпись Limited. Limited, да, я очень английский чувак. Вот. То есть, лимитированная версия какая-то. Ну, здесь погрешность краски. Смотрите, здесь какое-то говно налипло. Зеркало заднего вида сделано даже с таким поворотником. Ну, то есть, детализация у такой модели прям на 5 с плюсом. Ну, типа, модели в журналке, они всегда все удешевляют. Вот, ну, по понятным причинам. Ну, что ж, передок у него тоже сделан почти что на 5 с плюсом. Здесь заусянки такие у фары есть. Ну, это не критично. И фары немного выпирает. Ну, что делать, что делать. Бывало и хуже. На крыше антенка немного криво приклеена. Тоже весьма не критично. Да, меня послушаешь. Здесь эта машина без колес придет, так будет не критично. Дворники тоже не до конца так прислонены к стеклу. Ну, слава богу, они есть. Вправо то же самое, что и слева. Только здесь добавляются бензобаки. Прямо ради бензобака пришлось здесь вырезать часть арки именно под этот бензобак. Крышку, как я уже говорил, можно снять. Внутри у нас там тоже даже такие, вот я не знаю, что это за штучки такие. Вот что это за штучка? Кто-нибудь знает? Это типа крепить что-то или под седло? Объясните мне, пожалуйста. Я не знаю, что это такое. Так, ну и тут это пикап надпись, что там у нас пикапа, не хэчбэк. Сзади у нас тоже выхлопная система, кстати, сделана гораздо лучше, чем у предыдущих моделек здесь. Ого, а вот и минус. У нас тут отваливается конкретно прям выхлопная система. Ох, где да, гостини вы. Ну, ё-моё, это вообще, конечно. Блин, у меня УАЗик поврежденный пришел. А, так у меня и здесь колесо-то кривое тоже, посмотрите просто. А, ещё б оно не прыгало у меня, блин. Придурашный, фокусируйся. Ещё б оно у меня не прыгало, оно просто посмотрите, как криво идёт. Не знаю, можно ли это как-то исправить. Ну, по качеству моделька сделана, ну, в принципе, нормально. Да, есть косяки, но, блин, ребята, это журналка, эта моделька тысячи не стоит. Этот же Deep Models возьмёт, блин, я не знаю, тысяч три, наверное. Вот, и не факт, что там косяков не будет, поэтому тут тоже надо это дело понимать. Салон можно так вот разглядеть, но я-то вижу, просто камера не передаёт. Ого, я даже отсюда, да и вы увидите вот такую вот щель в двери. Ну, неплохо, неплохо. Вот, как-то так. Ну, крыша тоже прикольно сделана. Ого, даже меня не видно на этот раз, вот только моя голова там где-то. Люк отлитый вместе с кузовом. Ну, и тут это написано, 43-й масштаб у вас, Patriot Pickup. Вот, как-то так. Да, ещё диски и шины не показал вам. Протектор виден, сделан реалистично. Диск тоже. Сам УАЗик металлический. Вот эта штука вроде, да, она пластиковая, как и кузов. А сам УАЗ сделан из металла. Ну, что должен сказать, модель вполне хорошая, да, есть дефекты. Ну, как это, что, суперклей, ребят? Ну, русские, мы там суперклея всё сделаем сейчас. Вот, всё это можно починить. Сейчас вам покажу все три модели. Вот, и сейчас они вот тут вот где-то появятся. Вот так вот красивенько сейчас всё будет, короче. Ну, как-то так. То есть, первый выпуск это у нас Лада Веста. Кстати, с ней я так и ничего не делал, номера не ставил. Просто её пока оставил как есть. А вот Аурус Сенат, это уже второй выпуск Автолегенды. Я поставил номера, и не просто номера, а АМР-001. Ну, чтоб вы понимали, да, то, что это Аурус, блин. А не какая-то там семёрка. Вот, против семёрки ничего не имею. Ну, и третий выпуск это УАЗ. То есть, вот все эти три модели, достаточно хорошие модели, обошлись мне чуть меньше, чем тысяча рублей. Точнее, 999 рублей. Ну, как бы тут целую рублю сэкономил, да? И для тысячи рублей вот эти три модели сделаны просто замечательно. Потому что Аурус Сенату, Deep Model, чтобы вы понимали, 12 косырей стоит. Ну, без комментариев. То есть, первые три выпуска мне 100% зашли. В следующих обзорах должна быть и Газель Некст, и Нива. Что ж, на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео или на стриме.